о тех кто умер не принято говорить дурно но ради истины ради того чтобы не повторялись ошибки прошлого мы просто обязаны вернуться на 20 лет назад в то самое время когда по всем прогнозам экономистов должна была начаться перестройка вместо нее только на эту площадку 100 квадратных километров волевым решением были брошены миллиарды рублей такого экономического эксперимента как мы сами считали не могло позволить себе ни одно другое государство мира знай наших и делалось это вопреки всем существовавшим закон историческим экономическим и главное законам природы а а этот человек противоречил он строптив и властен но уважает крепкую руку сверху грамотный архитектор и прекрасный организатор такое бывает не часто сейчас он гостеприимный хозяин принимающий гостей со всего союза начальник домостроительного комбината города набережной челны марат шакирович бибисов это вот роддом роддом тоже построен в течение года когда-то татария давала одну треть нефти но сейчас мы уже пошли далеко вниз вообще это явилось причиной варварской эксплуатации месторождений вот и сейчас сибирскую нефть за две сцены продаем то государство которое продает сырье никогда не будет богатым он всегда будет бедным потому что прибавочная стоимость остается того как кто перерабатывает сырье так что мы никакой политэкономии не знаем нам надо политэкономии учиться у японцев сейчас сюда налево завернем и остановимся так вот где послушаем так вот где послушаем марату шакировичу есть чем похвалиться его хозяйство называют натуральным зная все тонкости все беды экономной экономики бибишев сделал все чтобы не зависеть не от смежников нет властей у него есть все от таких мелочей до гарантийного паспорта каждому новоселу естественно независимость бибишевы нравится не всем я вел хозяйство по сам по себе по своему разумению никакие указания в аркома рейкома потом опять таки ну вырос я в труде с такого возраста не хватает труда значит человек хереет спортом я занимался голодный был а как бы был а потом уже смотрю после окончания института через 15 лет я чувствую мне не хватает где-то дыхание не хватает где-то тут барахлит все начал ходить на лыжах на котах ходить и так далее и все ведь люди поэтому начал строить то стадиончик то 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 вот эти вещи тоже страшно нужны они ведь страшно нужны поэтому в каждой организации вот есть ну что ли резерв в каждой организации есть резерв выполняешь госплан туда-сюда хорошо успокаивается ну вредно а ты еще начни строить объект для души из тех же допустим сэкономленных материалов или тем материалам которые залежались по документам спортивный комплекс и плавательный бассейн в природе не существует на самом же деле вот они но без ничего нельзя сделать что-то это противоречит закону сохранения материи ну вот эти сооружения во первых строились они в основном в нерабочем во вторых допустим оно так было в то время особенно оставалось на складах и половина этого сооружения из остатков вот допустим строится школа остались колонны региля там то пять десять штук остались это все равно бы погибли поэтому закон сохранения энергии вещества он правильный но с некоторыми поправками все же энергия порождает много кое-чего порождает можно затратив свою энергию инициативу можно кое-что и сотворить из ничего опять таки личности решают много почему ведь иногда под личность создают целое министерство значит все дело в личности в ее энергии и тогда все остальное приложится вот я философски к этому начал относиться особенно после того как посмотрел фильм ломоносов даже гениев затравливали даже гениев завидовали ревновали что-то как угодно называть гениев ты понимаешь гений ломоносов пятьдесят три года скончался и до этого же он пяток лет не работал а что уж нам смертным рядовым если мы чуть вдруг голова у нас вроде из выскочила ты построил что-то завидует есть вот самое страшное что застой самое страшное чтобы не было застой как вода тухнуть начинает когда она стоит также общество также и люди обязательно нужно напряжение напряжение вот когда-то дикие племена ведь они тоже если что так начинали переселяться на новые места немножко друг с другом может быть царапаться марат шокирович получается что именно застой привел к тому что камаз появился на свет такое не очень масштабное но переселение народов камаз но как вам сказать тут ведь такое в крупных делах иногда но нужна и легкая авантюра и вот когда начали выбирать где строить камаз было около 70 пунктов потом 16 осталось потом 8 и так далее так далее и вот то что здесь кое-какие так сказать свободные мощности кое-какая свободные рабочие силы привело вот я написал три пьесы на этом материале дарю тебе жизнь диалоги и ищу человека но для меня этот камаз пчелны были какой-то моделью всего нашего общества модели в которой средоточены все так сказать положительное все позитивное и все дурное тогда считалось что это будет какой-то но стратегический так сказать выход на какие-то новые так сказать промышленно-экономические уровни нужны были машины нужный такой гигант нужен но нужно ли строительство вот такой очень-то ценой что когда в общем-то на цену и не смотрели когда так сказать а смертная стоимость проекта допустим была одна а фактическая стоимость в 3-4 раза больше но это может быть и идет от нашего национального характера от нашего национального склада мы вообще страна-то гигантская так мы привыкли к этому к этому гигантскому потом это ведет наверное может быть от 30-х годов когда стояла такая резкая задача ну резко в общем теория и практика большого скачка перенесенная из 30-х 70-е годы проще разрубить узел чем распутывать его постепенно а камаз 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 чисто как технарь если сказать то было сделано четко правильно очень правильно было сделано что была такая концентрация ресурсов концентрация внимания и так быстро построили этот завод конечно это уникум это строительный взрыв это бум который в этом тысячелетии не не повторится или повторится ли еще вообще когда-то я не уверен в этом не уверен но не разве не забывать развитие и мало городов у нас ведь это четко и ясно прослеживалось когда мы строили камаз казань мы запустили далеко не надо ходить казань мы запустили ну и в целом для того чтобы вложить здесь несколько миллиардов 7-8 миллиардов рублей конечно стране пришлось где-то приостановить притормозить и так далее это четко и сегодня ведь есть малые городишки где рабочие силы избыток где надо бы так сказать развивать какой-то производство а мы здесь развили я с этим в некоторой степени согласен это в жизни всегда так бывает если если ты разрешишь одну какую-то проблему то решение этой проблемы уже вызывает необходимость решений еще так я условно говорю трех проблем а каждая из этих трех проблем вызовет необходимость решения еще трех проблем я вот уже из жизни если мы 15 лет назад начали вводить ежегодно по 400 тысяч квадратных метров жилья сейчас нужно ежегодно производить капитальный ремонт на эти 400 тысяч квадратных метров а на капитальный ремонт как всегда никто никаких ресурсов не выделяет да нам гораздо проще в чистом поле воздвигать заводы гиганты чем поддерживать в порядке то что уже построено и существует на этом участке железной дороги близ казани в течение одного года произошло четыре катастрофы одна из причин плохое состояние путей говорят что не хватает рельсов шпал костылей мы далеки от того что эти рельсы были отправлены на другую великую стройку на бам но закон сохранения проявился здесь в полной мере если в одном месте прибыло то в другом убудет как сказал великий михайло ломоносов в этом суть перемен в натуре случающихся а на дальнейшее вот этот вот гигант он потащит за собой еще много гигантов вот это печально был бы городок на двести двести пятьдесят тысяч было бы хорошо а будет теперь город в миллионе одно другое тянет для того чтобы завод строить и город строить нужно было создать большую стройиндустрию вот это стройиндустрия и создание гигантской строительной организации как комплексного строй уже требует требует вынуждает строить дальше гигант требует гигантских кусков пищи то есть следующих гигантских объектов взять ну для начала взяли татарская атомная электростанция и вот сейчас взяли тракторный завод мы построим их не в этой пятилетки следующие пятилетки к этому времени надо придумать гигантские новые стройки значит перспективы комплексного строя очень большие и на эту пятилетку и на последующие годы то что мы развернули строительством обеспечить нас уже на две пятилетки работой на подполную загрузку где-то в объемах от 400 до 500 миллионов рублей в года даже больше строительно-монтажных работ дело в том что мы развернулись строительство тракторного завода против которого есть и оппоненты выступающие и на все всякие всевозможные начинации вокруг него идут многие считают строительство камского тракторного другим законом сохранимым законом сохранения гиганта камгэс энергостроя строить чтобы сохранить организацию и вечным памятником ей останется никому не нужная нижнекамская гэс евгений никонорович а если посмотреть дальше какие еще гиганты маячат впереди вы имеете ввиду вашем вопросе перспективу после за 95-м годом ну трудно так сразу предусмотреть за 95-м годом перспектива большая потребность в услугах строителей будет расти с каждой пятилеткой вот мы сейчас думаем допустим а почему бы не построить здесь в округе не очень крупный но электрометаллургический завод нам надо решать региональные вопросы нам надо развить производство здесь того же металла атомная энергетика развита будет нижнекамской гэс есть мощность электрический есть электрометаллургический завод раз и заводы перерабатывающие вот нам надо сейчас срочно придумывать заводы трудоемкие там где можно занять большое количество рабочей силы потому что мы вот все время радуемся что у нас каждый год рождается более 10 тысяч детей это уже где-то наверное лет 10 мы перевалили этот рубеж но ведь сейчас эти дети уже начнут сами создавать семьи им нужна будет работа каждый год 10 тысяч человек мы же их всех по всему союзу не отправим они же здешние они тяготеют сюда они захотят здесь работать в основном вот создавать производство нам обязательно это ну как снежный ком что ли город у нас молодежный особенностью города является большой прирост населения в городе построена 6,8 тысяч квадратных метров жилья объекты культуры спорта школы просвещение но есть много нерешенных проблем это комплексная застройка нехватка объектов социально культурно бытового назначения новым генеральным планом который разработан утвержден на 750 тысяч жителей предусмотрено все это дело отставания короче говоря в полумиллионном городе всего три кинотеатра получить направление в детский садик или ясли труднее чем квартиру а очередников на жилье более 70 тысяч но если в этом месте убыло значит прибыло в другом да кроме камаза здесь построены еще несколько заводов поменьше и еще можно построить и не только в челнах поэтому это страшно большая так сказать проблема и вот я по этому поводу кстати даже в обкоме высказывал что нашему городу надо иметь филиал в Сибири филиал нам надо в Сибири хотим мы не хотим Сибирь нам осваивать и так вот есть у нас бичи есть там тунеядцы никуда от них не уйдешь их туда допустим не хочет работать отправил туда на годик чтобы они там заготавливали лес в дальнейшем чтоб пилили его в брус и отправляли бы сюда на док для того чтобы мы здесь столярными изделиями так сказать не мучились отработал приехал сюда устроился на работу работаешь работай плохо работаешь сачкуешь с предприятия на предприятие бегаешь на три года отправил они бы писали бы своим детям дорогие мои значит вот посмотрели по телевизору у вас в городе такие-то успехи вот вы такой-то объект построили но мы горды тем что и наш труд вливается в ваши влился вернее в ваши успехи хорошо что не могут существовать законы воли отдельных личностей даже самых выдающихся хорошо что есть законы истории экономики природы плохо что мы живем масштабами одного дня или пятилетки ну в крайнем случае до двухтысячного года а строим будь то завод город или передовое общество на века и в этом суть парадоксов в натуре случающихся на века и в 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok